Движение на южном мосту откроют на этой неделе. Это касается одной его половины, ремонт которой на финальной стадии. На ней уже заменили деформационные швы, забетонировали основание, уложили гидроизоляцию. На нескольких пролетах установили новое ограждение. Сейчас рабочие продолжают ремонт опор моста. Через несколько дней подрядчики приступят к обновлению второй части моста, и по ней проезд будет закрыт. Полностью завершить ремонт должны к первому ноября этого года. В самом разгаре работы на четвертой очереди набережной. Работы выполнены более чем на треть. При отделке используют гранит и самые современные материалы. Четвертая очередь Самарской набережной откроется после реконструкции в мае 2018 года. По замыслу это будет самый современный комплекс для отдыха горожан и проведения массовых мероприятий. Из всех участков Самарской набережной четвертая очередь будет самой представительной. Здесь традиционно проводятся массовые мероприятия. Это одна из визитных карточек города. Площадь Куйбышева готова на 60%. Срок окончания строительной монтажной работы октябрь этого года. Важно, что при этом будет сохранен облик самой большой площади Европы. Есть сегодня особое внимание. Во время чемпионата мира по футболу здесь разместятся фонтоны для болельщиков. На 18-м километре Московского шоссе в тестовом режиме заработал тоннель строящейся развязки. Пока движение только в одну сторону, но уже в эту субботу верхнее кольцо будет перекрыто полностью. Строители начнут соединять развязку с Волжским шоссе. Волжское шоссе присоединится к развязке примерно в середине августа. К этому сроку должны завершиться и работы в тоннеле. А уже к началу сентября он заработает по полной схеме. Одновременно заработает тоннель и возле ипподрома. Работа проводится по графику. Строители планируют, что к началу осени от Кирова до Минзавода можно будет проехать прямоходом. То есть останется сделать дороги-дублеры. Тогда же будут полностью смонтированы коммуникации, которые будут обеспечивать отведение воды в городскую ливневую канализацию. Параллельно с главной дорогой строятся дублеры, которые обеспечат развязку основных узлов московского шоссе. А также проводятся работы по благоустройству. Это газоны, пешеходные тротуары и велосипедные дорожки. А полностью все строительные работы завершатся к первому декабря этого года. Так что уже в период новогодних праздников проехать от ипподрома до выезда из города можно будет за считанные минуты. В первой декаде августа развязку на 18-м километре планируют соединить с Ракитовским шоссе. Сейчас уже подготовлена щебеночная основа. На следующей неделе планируется уложить асфальтовое покрытие. После согласования с ГИБДД выезд с Ракитовского шоссе на Московское будет открыт. Пока же водители вынуждены искать окольные пути. Единственный объезд мимо торгового центра Московский был в невзовлетворительном состоянии. Глава Самары Олег Курсов обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются водители при объезде, и дал поручение провести отсыпку этой дороги гранулятом. Теперь, на время, пока Ракитовское шоссе перекрыто, автомобилисты могут спокойно проехать по объездному пути, не опасаясь свою машину. Вдоль трамвайной линии от Костникова Врага до университета строят тротуар. Много лет пешеходы ходили здесь прямо по рельсам. От проезжающих трамваев прятались в кусты. Студенты обратились к мэру построить здесь такую необходимую пешеходную дорожку. И вот уже совсем скоро этот путь можно будет преодолеть без опасности для жизни и без препятствий. В Струковском саду полностью проведен демонтаж тротуаров и бортовых камней. На 80% завершен демонтаж железобетонных ступеней и подпорных стенок. В настоящее время демонтируются опоры освещения и металлического ограждения. Также рекультивируются газоны. Кроме того, планируются дополнительные работы на ориентировочную сумму 75 миллионов рублей. Они включают ремонт входной группы, здание летней эстрады, административного здания, а также стелла Максима Горького и прилегающие территории. Кроме того, будет благоустроен фонтан «Девочка и мальчик», ландшафтный комплекс «Грот» с фонтаном, ограждением лестниц и системами водообеспечения и водоотведения. Ранее Самарская администрация сообщила, что Струковский сад будет полностью приведен в порядок в ноябрю текущего года.